На сегодняшний день в Ульяновской области зафиксировано 39 124 случая заражения коронавирусом. По информации Роспотребнадзора, почти 90% людей, пострадавших от вируса, смогли полностью восстановиться. На последнем оперативном штабе в правительстве рассмотрели ряд аспектов, требующих пристального внимания. В частности, уклонение ульяновцев от мер предосторожности для сокращения риска заражения, которые прописаны в указе губернатора. Особую угрозу представляют те, кто переболел COVID-19 без клинических проявлений. Есть случаи с клиническим проявлением заболевания, то, что подают в статистику. Понятно, что есть достаточный процент лиц, которые выявляются бессимптомно, но и огромное количество носителей, которые на сегодняшний день официально не зарегистрированы. Они в популяции есть, они общаются. И таким образом, вот эти невыявленные носители данной инфекции, они, конечно, представляют максимальную угрозу на сегодняшний день. Кафе и рестораны также обязаны придерживаться рекомендованных мер безопасности. Но, несмотря на проведение регулярных рейдов и проверок, фиксируются случаи нарушений. Рекомендованной дистанции в рассадке гостей нет. Часы работы также не соблюдаются. Напомним, в регионе введен комендантский час. Посещение заведения разрешено до 22 часов. В ходе вот тех рейдовых мероприятий, проверок, которые проводились в период праздников, выявляли случаи, когда и работники общепита работали без масок, работники кафе не обеспечивали правильное расположение столиков, стульев. То есть, не были созданы условия, которые бы обеспечивали безопасность оказания вот этих услуг. Роспотребнадзор вместе с правоохранителями и профессиональными ведомствами будут продолжать проверки общественных мест. В течение 2021 года поставка вакцины от COVID-19 в регион увеличится. На сегодняшний день иммунизация проводится в первую очередь медиков, учителей, работников ковидных госпиталей. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ.